Тюрнясево То ли сон, то ли явь, то ли наваждение Жители Тюрнясево так и не поняли, что же произошло на самом деле Единственный инвестор в новом промышленном парке Об открытии которого с помпой раструбили по всему Татарстану Проработал ровно полгода И исчез поле зрения в один миг Так же стремительно, как и появился У нас появилась надежда Появилась надежда на будущее Сегодняшний день, пусть будет он для нас всех Днем рождения, так скажем, новых производств селеть Тюрнясево Показали, что они вот открыли тут, туда-сюда Сказали, что им надо будет выпускать класс туда-сюда Вот это все это Из предела Они посмеялись на всю страну Это кошмар Телевизор вроде бы так все раз нарисовался Потом все бросили и все Ничего нет И опять люди бить всего остальных Ну, нет никакой надежды на... Никакой нет Никакого просвета, да? Нет Вообще нет Резидента нет, говорят, уехал обратно в Ташкент Все оборудование вывез еще до отъезда Так что и спросить-то неского Равиль Кузюров в феврале этого года стал министром лесного хозяйства В Тюрнясево остались лишь обескураженные жители, да и миллионные долги Все девочки добросовестно относятся и к учебе, и к работе Так все нас устраивает Татьяна Лизунова полгода тому назад давала такое интервью На новом швейном производстве Она занимала должность то ли технолога, то ли бухгалтера Обучила местных жителей, да иной раз подкидывала кое-какие деньжата По-другому-то и не скажешь На 17 человек мне вначале выдали 17 тысяч Я по тысяче рублей всем выделила Потом в конце марта мы уже сами перед праздниками Я выпросила все-таки зарплату У всех уже началось как бы недоверие к ним И они нам единственное еще выплатили Дали мне 5 тысяч И я эти 5 тысяч должна была разделить на 17 человек, которые ходили в цех По словам Татьяны, резидент промышленного парка Не с одним из 37 рабочих, в том числе и с ней Трудовой договор так и не подписал Получается, что работали на нелегальном положении на предприятии В котором так часто бывали большие гости из Казани Теперь работы нет, стаж прерван, на биржу не ставят Татьяна обивает пороги кабинетов местных чиновников Тех, что обещали ей достойную зарплату И спокойную счастливую жизнь на селе Доказательств у меня нет никаких Потому что у меня даже вот, ну как бы Вот этот вот договор, что я с ними заключала Уже и обозленные все, и уже ни на что не надеются Потому что защиты-то нету По словам Татьяны Лизуновой, за все время работы С горем пополам им удалось шить 70 халатов У резидента были серьезные проблемы с сырьем Ткань приходилось ждать неделями Но на бумаге все было гладко Согласно отчетам, которые были предоставлены районам В Министерство экономики В 2017 году резиденты промышленной площадки Отгрузили продукцию более чем на 12 миллионов рублей Каждый халат выходит на 170 тысяч рублей То есть по цене поддержанного автомобиля Дело-то золотыми нитями шито Более того, резидент, как написано в отчетах Якобы исправно платил налоги 820 тысяч рублей якобы поступили в бюджеты различных уровней Но в руководство района впервые слышит о таких цифрах По объемам я сейчас сказать вам не могу Ну явно не 12 миллионов Ну нет, конечно Учредитель компании резидента промышленного парка Нуртрейд Хусан Акзамов пользовался особым расположением У бывшего руководства района Был специально приглашен из Узбекистана По информации наших источников В 2017 году в Нурладском районе создается управляющая компания Аргус Учредителем которой и становится Хусан Акзамов Муниципальной площади промпарка свыше 6 гектаров Территория и здания бывшего спиртзавода Были переданы управляющей компании в аренду сроком на 49 лет Причем первые три года, согласно условиям договора Арендная плата не взымается Хусан Акзамов в итоге становится и единственным учредителем компании резидента То есть и резидента, и управляющую компанию представляет одно лицо Гражданин Узбекистана Хусан Акзамов Спустя полгода работы у предприятия образовались долги за электроэнергию По словам нового руководства района Договор с электроснабжающей организацией Был заключен не напрямую с резидентом промпарка Или же с управляющей компанией А через муниципальное предприятие ЖКХ благоустройства У нас единственная проблема Там как решить задолженность за электроэнергию надо решить Миллион рублей, да? Сейчас вот сверху делаем А чем он обосновал то, что вот он так уехал Никому ничего не сказал Производство закрыло, оборудование вывез Он ничем не обосновал Но поведение нам непонятно было В этом деле слишком много непонятного Но возможно прольет свет сам Хусан Акзамов По последним данным он на этой неделе приехал в Казань С намерением продолжить сотрудничество Но в руководство района готово все простить и понять Он подъехал, отдал согласие продолжить работу Хусан Акзамовы в Нурладском районе готовы принять Со свойственным нам гостеприимством Закрыв глаза на нарушение резидентам трудового законодательства Как минимум В то время как местным предпринимателям Такие поблажки и не снились Вот он, он, лицо их видели или нет Они ни пожарник, ни прокуратуры Никого людей не было здесь, понимаете? Дистанционно составляет акт То есть не приходило контролирующие органы? Нет Не приходило А здесь написано у вас, что Вот мусульманский магазин В 200-м магазине в котором хранятся горючие материалы У вас есть горючие материалы? Нет В 2016 году гражданин России и житель города Нурлад Роман Чехмахчев решил открыть мясное производство Но вместо того, чтобы заниматься делом Ему пришлось отбиваться в судах от санкций назойливых контролеров Которые забросали предприятия уведомлениями о многочисленных нарушениях Я не мог оставить, скажем, производство здесь сдать Когда уже надо было отстаивать вот эти интересы, скажем, предприятия В судах, прокуратуре, надзорных организациях В связи с этим, да, в связи с этим я его вынужден был остановить Хотя там оформили 6 миллионов кредитов Новое производство простаивает, суды продолжаются Бизнес Чехмахчеву был подвержен непредвиденным риском От которых, как говорят предприниматели, никто не застрахован Самый главный риск не реализовать продукцию, которую ты выпускаешь Поэтому над этим надо постоянно работать Цветочный бизнес очень сложный Сначала нужно вырастить, потом у меня есть только Буквально неделя-две на то, чтобы это продать Одной из главных задач промышленных площадок в Татарстане Это как раз и была помощь малому и среднему бизнесу Но такому, который не только берет, но и что-то отдает взамен За 2017 год, если брать, мы где-то 115 миллионов налогов заплатили в бюджет всех уровней В том числе и НДФЛ, который идет у района порядка где-то 8 миллионов На промышленной площадке в Тюличинском районе уже работают 12 резидентов Еще 4 инвестора на подходе Такой вот положительный пример государственно-частного партнерства Если здесь строится, расширяется промышленный парк То вот на той стороне дороги строится жилье и плюс арендное жилье Это очень важный аспект, это делает наш промышленный парк конкурентным, привлекательным Задача проанализировать как успех, так и неудач Наверное, есть ошибки, наверное, есть хорошие практики И мы должны взять лучшее и их реализовать на других площадках Эльзира Юзаева и Роман Безменов 7 дней Субтитры создавал DimaTorzok